Конкретно сегодняшнее судебное заседание это судебное заседание по пяти Беркутам, которые обвиняются в преступлении в расстрелах на Майдане. Перейду на украинскую мову. Нам надейшла вчера позавчера информация про то, что в сегодняшнем судовом заседании может быть такая фатальная речь, как смена запобежного захода для этих подозреваемых. Такий самый сценарий, который произошел с Беркутом-Садовником, мы все хорошо помнимо, его выпустили под домашний арешт, и после этого он уничтожил. То есть на момент расследования туди справа по Садовнику его уничтожение привело до того, что сама справа фактически развалилась, далее ланцюжок цей неможливо раскручивать, и, соответственно, это очень сильно в негативном смысле отобразилось на расследовании справ по Майдану, потому что, на самом деле, мы имеем очень мало к количеству беркутов, которые остались на территории Украины под контрольной владой, и поэтому каждый из них должен быть под арештом и под пильным наглядом. Враховуючи это, мы приняли решение не выпустить, просто не выпустить этих беркутовцев из СИЗО до зали судового заседания, потому что, если бы их извольнили в зале судового заседания, изменили міру запобежного захода, там были бы страшные провокации. Ви все понимаете, что там была бы поддержка этих беркутовцев, милиция, снова картинка, как активисты родины Небесной Сотни и так далее, бьются с милицией, беркуты, весь этот жак происходит в судовом заседании, все это транслюет российская пресса, все это транслюется в прямом эфире. Насправді, иснує процедура, если, в принципе, в этом немае никакого такого надзвичайного момента, иснує процедура проведения судового заседания в режиме видеоконференции. Если подозрювание не может быть отправлено до судового заседания, может быть проведена видеоконференция, для этого есть все технические засоби, то суд оголошивает перерывы, 15-20 минут, они настроивают видеозвязок с СИЗО, в СИЗО мают соответствующие примещения, и подсудные просто принимают участие в судовом заседании в режиме видеоконференции. Так происходило очень часто с затошниками, которых судить військовая прокуратура, даже когда они соперечили, и настояли на том, чтобы попасть физически в зале судового заседания. После того, как беркутовцы не смогли быть доставлены до судового заседания, когда началось судовое заседание, нам стало зрозумяло, что, в принципе, основной метою сторони защитой Росии и Януковича в том числе, было таки сегодняшняя присутность, физичная присутность беркутовцев на этом судовом заседании. Потому что, если уважно послушать видеозапис, там чутно, как и судья Ростовского Ростовского кілька разів наголошивает на том, что они готовы сидеть целый день после закинчения рабочего дня, або только беркутовцев физично привезли до суду. На том самому наголошу Янукович, на том самому наголошу адвокат Віктора Януковича, так само на цьому наголошувала сторона захисту, тобто беркутовцы. Відповідное запитание, если они так хотели провести это судовое заседание, если Янукович так хотели очень сильно давать сведения, в якости сведка, в цьому криминальному процессе, чому сторона захисту відмовилась от такой звичайной, абсолютно правовой процедуры, яка прописана в КПК, як проведення судового заседання в режимі відеоконференції. Тобто основна мета їх була сьогодні прибути до зали суду фізично. І що б там надалі відбувалося, є підозри, які, скоріше за все, справдились б. Дякую.